Весна идет весне дорогу, но долгожданное время года обнажило, пожалуй, главные сюрпризы для автомобилистов – ямы. В администрации на совещании с главами обсудили ход ремонта дорожного покрытия и другие актуальные вопросы. Таким подснежникам не радуется никто, тем более автовладельцы в администрации к тайне снега подготовились и уже приступили к ямочному ремонту. Первомайская улица, на улице Комарова мы делаем, мы сейчас уже потихонечку подбираемся к Пролетарскому проспекту, то есть все делаем поэтапно. Дорожники проводят оцифровку ям. На данный момент в Щелкове оцифровано 390 таких выбоин. Ремонт ведется как в городских, так и в сельских поселениях. В ближайшее время должны быть разыграны еще несколько контрактов. Вышли у нас и подрядные организации, более того, у нас достаточно большое количество сейчас идет конкурсных процедур по ямочным работам. И в этом году у нас будет сделано более 10 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. Такие ямы таят особую опасность, когда скрыто от глаза под гладью воды. А это в большинстве случаев, поскольку снег и лед тают, стекая на проезжую часть. Все водоотводные канавы надо прочищать. Все подтопления, которые на дорогах, необходимо разбивать эти ледяные валы и спускать воду в водоотводные канавы. И этому вопросу то же самое, Роман Александрович, самое тщательное внимание и управляющих компаний, и нашей организации по обслуживанию дорог. Однако дороги районы будут ремонтировать не только ямочно, но и картами. Рабочие смогут приступить к такой замене асфальтового покрытия только после наступления подходящих погодных условий, сообщил Роман Назаров. Погодные условия должны к этому располагать. И, опять же говоря, идут конкурсные процедуры, потому что ямочный ремонт – это одна часть работы по ремонту дорог. А что касаемо карточного ремонта, это достаточно серьезная работа, которая будет у нас проводиться. И когда определится у нас подрядчик, пройдут процедуры, он уже выйдет, и мы, жители, оповестим о том, что у нас начинается карточный ремонт, оповестим по каким улицам, и они получат необходимую информацию. Также обсудили организацию предстоящих субботников. Коллективная уборка территории запланирована трижды на 14, 21 и 28 апреля. Чуть позже будет обнародована карта с местами проведения субботников. Но вообще принять участие в очистке территории от оставшегося после зимы мусора и наведения порядка может каждый в любое удобное для него время. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».